Юрков Кирилл Валерьевич, член Минградской Организации Рабочей Партии России. Во-первых, дорогие товарищи, я сам хотел бы и призываю всех вас оценить работу нашей партии, нашей организации за истекший период как удовлетворительную. То есть это нигде не звучало, но основываясь на тех докладах, которые мы слушали и выслушали, я думаю, что мы вполне это можем сделать. Я призываю вас это сделать. Это первое. Второе. Говоря о тех достижениях, которые наша партия действительно сделала за истекший год, здесь это очень много звучало. И действительно видно, что это находит отклик и в сердцах рабочих, и в сердцах интеллигенции. Этот лозунг, который мы выставили на прошлом съезде Рабочей Партии России, лозунг о сокращении рабочего времени до 6 часов. И надо сказать, что вот почему так получается, что этот лозунг, такой он оказался очень простым. И действительно я согласен с Владимиром Михайловичем, непонятно, почему раньше мы не догадались и задумывались его выставить. Почему он оказался таким простым и понятным. И в первую очередь я не видел ни одного человека, которого прямую спрашиваешь, ты за 6-часовой рабочий день или ты за сохранение 8-часового рабочего дня. Я не знаю ни одного человека, который бы мне прямо ответил. Нет, я за сохранение 8-часового рабочего дня. Нету таких. И даже посмотрите, наши идеологические друзья из РКРП, как они бегают, только бы не доводить заработную плату до стоимости рабочей силы. Что они и выдумывают. И там уже и капиталисты вроде как не нужны квартиры рабочим. Капиталисты им все оплачивают лучше сегодня. Как они только не изгаляются, чтобы от этого лозунга о доведении заработной платы до стоимости рабочей силы увильнуть, ускользнуть и прийти к индексации. Но когда опять же их спрашиваешь на занятиях университета рабочих корреспондентов, прямо спрашиваешь, вы за 6-часовой рабочий день? Но они уже никуда не могут уйти. И никак отвертеться не могут. То есть этот лозунг, он выражает чаяние рабочих, я думаю, и то, что мы сегодня слышим. И он выражает коренные интересы в понятной форме. То есть если говорить о повышении заработной платы до стоимости рабочей силы, то тут нужно что-то считать. Тут нужно обладать каким-то понятийным аппаратом. По этому лозунгу никаким понятийным аппаратом не надо обладать. Если человек трудящийся, он понимает, что это его коренной интерес. Это следующее, что бы я хотел сказать, это по поводу распространения наших газет. И по поводу идеи о том, что нужно выпускать газету регулярно с большей частотой. Действительно, эта идея в целом хорошая. Она заслуживает поддержки и рассмотрения. С одной стороны. Но давайте разбираться с вопросами, которые здесь возникают. Первый вопрос. Я думаю, что вопрос о стоимости, о цене выпуска данной газеты, он не стоит особенно так остро. Скажем, для газеты «За рабочее дело» как-то этот вопрос решался. Наиболее остро стоят два вопроса, с моей точки зрения. Первый вопрос – это вопрос распространения газет. И второй вопрос – это материалы в номер. Чтобы они были регулярно, чтобы всегда были материалы в очередной номер. Вот я как член корректоров газеты «За рабочее дело» могу вам сказать, что на очередной номер мы всегда начинаем собирать материалы. А где бы нам набрать материалы? Вот, дорогие товарищи, если я думаю, что наши товарищи рабочие в особенности будут присылать свои коротенькие заметки о том, что происходит на их заводе, как они ведут борьбу профсоюзную, иные формы борьбы, что вообще происходит на производстве. Эти короткие заметки, если они у нас будут накапливаться все время, тогда мы можем собирать такие номера ежемесячные и выпускать их. Я думаю, что это действительно будет интересно и рабочему классу, там, где мы раздаем нашу печать. То есть вот эти две задачи о распространении и о содержании газет необходимо решать в первую очередь, если мы хотим увеличить частоту выпуска печати. Спасибо. Спасибо.